Мы хотим площадку. Скорее! Стефания и Мурат в этом году лето проводят в городе. Вот только раздолье детям не хватает, говорят родители. Единственная качель во дворе. И то ей уже 30 лет. Особенно вечерами детей собирается много. Все плачут, хотят покататься. Качель одна. Вот по очереди и катаем. Как эта площадка из советской эпохи сохранилась до наших дней, люди не понимают. Однако дети этого двора видят лишь разноцветную резину, скрипучие ржавые качели и кучку песка. Не дождавшись действия от управляющей компании, жители этого двора сами взяли за его благоустройство. Так, а довести дело до конца у них не получается. Уже не хватает ни сил, ни средств. Камни привезли землю и предоставили краску. Зеленую и бирюзовую. Все, что они нам сделали. И сломали. У нас здесь стояла ржавая старая горка. То есть они ее снести, снесли. Но чтобы отсюда увезти, они этого не сделали. Свой двор жители считают и вовсе забытым. Урны не стоят, дорога к дому разбита. Асфальт растаял еще несколько лет назад. Уличное освещение здесь даже не предусмотрено. А ведь рядом детские сады и школы. Ребенка в школу отдавать и в садик. Тоже все равно страшно ходить. Мало ли, когда темно уже. Очень темно. Вообще ничего не видать. Заехать, выехать несколько раз во двор – это просто ужас для машины. Изнашивается капитально. Сегодня представители управляющей компании и администрации Новосолиновского района выслушали претензии жильцов. Им пообещали, что двор благоустроят, но только в следующем году. Жители своими силами обустроили данный двор, что не входит в обязанности жителей, а входит в обязанности управляющей компании администрации города. Они сообщили, что двор будет включен в программу благоустройства комфортной городской среды на 2018 год. Согласно проекту, перед тем, как установить новую детскую площадку, будут учитываться пожелания самих жителей.